привет зрителям нашего канала сегодня забрали prius альфа g комплектации 2013 года 74000 пробег получилось во владивостоке 840 тысяч рублей напоминаю g комплектации это у нас линзовые фары омывайка фар потом идет круиз круиз идет тряпка а так как так подождите подождите мягкий пластик у нас идет вот здесь тряпка есть в сках вот здесь вот мягкий такой какой-то вот но прям очень и очень мягкий пластик машина исполнила машина исполнена в темном цвете салона по-моему очень неплохо хотя белый салон мне тоже очень нравился руль кожаный в g удобно хвататься даже если рука мокрая прям все вот здесь вот 74 тысячи пробег вообще вот тут вот коцик почти нету еще машина чистенькая хорошая прям кайфую от альфы какой-то вот монитор поставил японец он для детей вообще удобно будет так лампа да возможно даже ионизатор в этой системе есть сиденье очень удобно я вот сижу вообще прям вот откинулся прям вообще круто и нерегулируемые можно повыше пониже то есть когда багажник не загружен можно вот прям вот вообще по-царски ехать кармашки подстаканники но темный салон по практичней конечно по практичней смотрим сейчас багажник но вот это вот приблуда вот интересного поставил я думаю на внутреннем рынке японии вот это вот стоит копейки а вообще какой-то нарубил 9 диск и сзади пассажиры едут что-то смотрят особенно детей можно до занять каких-то дальних поездках так вот здесь вот пластик уже грубо идет чистенько альфа вообще прям наверно одна из самых лучших которых мы привозили окно по состоянию глубокий все это дело разберем компрессор фирменный тойотовский так я у нас должен быть здесь да вот он нас акум акумы у них идут с газоотводом с газоотводом вот он газоотвод то есть когда вы покупаете гибрида имейте ввиду что вам нужно заказывать специальный аккумулятор с газоотводом потому что у гибридов акумы как правило в салоне здесь просто большой высокий багажник здесь вот тряпка вот видите что-то вот подгрузил но это все это грязь просто не закоцана ну то есть потолок конечно высоченную здесь в пластик что практично собачники розетка такая вот альфа ребят я нора в каждом видео про альфу говорю что она мне очень нравится эта тачка напишите свое мнение вообще как вам машина вот но условно 800 тысяч рублей даджи комплектацию можно взять как вам вообще такие машины то есть но мне нравится вообще по всем фронтам по мотору по кузову по салону по техническим ее характеристикам это напоминает авариатор это у нас двигатель 18 плюс гибридная установка как вам вообще данные автомобили они вам нравится либо я вообще говорю какую-то фигню что это там классная машина на самом деле это вообще нецелесообразная покупка просто я говорю вот ну то что она мне нравится я говорю ну реально от души я не такое нормально кстати маслах я говорю от души то есть я не хочу тут продавать альфы эти сотнями то есть мне просто я советую людям советую людям машину блин чистый мотор общая вот она японское масло они всякие то хатсу там и прочие коматсу джеки ойл макс привет и так далее масло с внутреннего рынка японии двигателя чистые приходят в основной массе ну конечно бывает когда пробег за 200 какая-нибудь старенькая тачка допустим эльгранда какого-то 2000 года конечно бывает приходят с коксом таковое вот подкапотное пространство но все равно да не лампочки нормально удобно менять лучше чем на 30 приусе так вот ребят напишите вообще в комментариях вообще но вам нравится эта тачка целесообразными покупать за такие бюджеты 800 тысяч рублей по-моему цена-качество вообще прям соответствует друг другу я думаю даже качество от данной покупки вы получите больше дает а гибридная большая удобная мягкая супер либо я несу какую-то дичь и за 800 тысяч рублей лучше взять блин я даже не знаю европейские аналоги я вообще не силен там эти volkswagen и citroen и и так далее бмв там я честно говоря не особо знаток вот этого вот всего модельных вот этих вот всяких а напоминаю багаж нужно вот так вот вообще не поднимается вообще vip просто vip водителя можно нанимать и короче ездить сзади с ноутбуком дела решать почти как на майбахе резина чего у нас но резина такая как бы дачу какая вообще вон под замену честно говоря нормально еще можно ездить я летом особо вообще про резину критично не отношусь к резине как у нас тут стоят колпаки но прошу заметить у нас там еще идет алюминиевый диск алюминиевый диск который прикрывается колпаком то есть и у них такой немного разный рисунок то есть я думаю это сделано под настроение хочешь короче с таким видом ездишь хочешь на дисках ездишь давайте запустим альфу посмотрим что у нас пробег до 74 тысячи а в г показывает 17 километров на литре показания как у аквы но это просто она каталась по порту судно на судно то есть поэтому маленькие обозначения такие но маленькие цифры дай а так конечно альфа я думаю литров 9 10 по городу она будет у вас кушать чем тут интересного есть ничего такого омские наклеечки какие-то mafan штатный опачки а нет все нормально я думал заблокированный так sd а что ты хочешь все-таки наверное заблокированный и придется ждать флешку из японии видите без флешки не хочет так как-то открываешься ну а не будем кондер заправленный да все тачки заправлено кондер идут вообще джойстик от управления вообще кайфую батарея ну конечно после аквы здесь вообще я не знаю просто очень крутое отображение всего там как у нас там батарейка заряжается вообще прям многообразие для табло а в акве конечно поскромнее ну и бюджет извините меня почти да не почти а 300 тысяч рублей не если есть такие деньги надо брать альфу обратите внимание кожа вообще прям до 775 тысяч пробега руль вообще ну тачка на самом деле в хорошем состоянии в хорошем мягкий пластик вот эти вот все мягкие дела это у нас в принципе можно подумать да вообще зачем мне вот это вот мягкая там мягкая панель ко мне она там особо не несет никаких никаких бонусов но чем больше мягкого тем у нас меньше будет сверчков из-за стыков пластика между друг другом мягкая панелька все вот отсюда не будет звуков отсюда не будет звуков отсюда не будет звуков вот и в целом у вас пройдет время а салон не скрипит здесь вот у нас пластик аэрбэгов нету рб и вот здесь вот ничего не понимаю кто эти антенны поворачивает в обратную сторону вот так у должно наверное когда с корабля съезжает заезжает наверное убирают ребят ждут вас мнение на мой вопрос вообще как вам альфа как бюджет за такую машину что думаете потому что мне очень нравится не потому что я продаю альфы а потому что мое сердце тронула эта машина очень целесообразно полноценного обзора на нее не будет потому что недавно смотрели альфу клиент очень ждет эту машину вот только пригнали со склада буквально появилась полчасика я вам снял такой коротенький видосик показать что люди покупают из японии сейчас будем отдавать клиенту эту машину он ее очень ждет и думаю будет счастлив когда вообще сядет в нее дальше будут интересные обзоры будут автобусы что-то мы там еще интересного купили уже честно говоря не помню поэтому подписывайтесь на канал ставьте лайки ставьте дизы и я с вами прощаюсь и альфа тоже с вами прощается компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля компания сферокарной